я продолжаю работать на дюссельдорф борт-шоу уже четвертый день пошел моих обзоров конечно взгляд уже замылен и и не знаю что снимать но вот тут на глазам не попался вот такой замечательный борт значит что я знаю про него что это лодка из нидерландов называется она как-то борн 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 стрим вот так это называется борн стрим и это весь существует уже 60 лет и вот девушка блондинка который там сидит вроде бы это даже владелица этой верфи потому что верфь это семейная выпускает она лодки вот я уже верю 60 лет здесь есть несколько корпусов представлены хочу обратить внимание что это не агрессирующие как вы могли бы подумать изначально потому что где-то силуэтом эта лодка хорошо напоминает а знаете глиссирующие лодки но да и при этом тут еще есть флайбридж как вы видите но при этом это классический водоизмещающий корпус вот я вижу вы видите успокоители качки вы видели такую большую объемную форму подводную форму корпуса также мы видим вал перо руля и собственно могу предположить что скорее всего это у нас сталь но вот сразу технические характеристики этой лодки 15 метров длины классические 50 футов и ширина 460 175 лошадиных сил это двигатель и сертифицированная эта лодка по категории а такой хороший подиумный заход слева и справа вот и владимир здравствуйте привет владимир владимир представляет в россии этот бренд поэтому если вы захотите купить эту лодку то в описании под этим видео вы найдете его контакты 0 в конце концов обращайтесь ко мне я вас с владимиром познакомлю реально кожи это может быть я не знаю искусственная кожа но это кожа тоже обращаю ваше внимание на огромные распашные сложно сочиненные двери нет друзья я не могу пройти мне приходится немножечко себя ограничивать движение да вот я так немножко поворачивалась плечами я застревая сдвижная распашная дверь не дает в открытом виде мне пройти по потопчине и бывает и такое скажу честно еще не сталкивался попробую и механически закрыть надеюсь что я ничего не сломаю представляете из каком сервопривод голландский сломая и тогда мы не выставят счет но надеюсь что нет обычно все это дело застрахованные от таких идиотов типа меня которые могут попадаться на выставках да друзья место конечно на баке у нас вагон и маленькая тележка целая пляжная зона а на заднем фоне у нас марокс я обязательно зайду на эти лодки мы любим марокс сразу же я наверно поднимусь на флайбриж по приятным деревянным лесенкам два поручня слева и справа иду придерживаю себя одной рукой до 50 футов флайбриж это это хорошо это очень много места это прям вот что-то мне по радио говорят может быть типа уважаемые зрители блога люди и лодки не забывайте подписываться на мой канал на канал андрея казанского потому что именно на этом канале можно увидеть обзоры котиров и ягд по всему мира включая дюссельдорф бот шоу вот эти закончил я синхронные перевел и продолжая дальше рассказывать про этот шикарный траулер слушайте тут даже барная зона и она находится у нас как-то посередине очень нестандартное неформатное решение потому что чаще всего такие вэт станции назовем их там находится где-то ну я не знаю в углу в каком-то находится с краешка но никак не посередине я предполагаю что здесь у нас наверное ледогенератор до отдельник до отдельник ледогенератор но она появилась тут неспроста удивит да это лодка как я уже говорил имеет высоту на от отравления всего три с половиной метра вот и чтобы это добиться и что чтобы было пространство в салоне ну если спустимся в салон посмотришь ну и при этом сохраните площадь на флайбриджу придумали вот такой выход что использовать вот эту зону чтобы поднять потолок наверху как вэт бар но это очень неформатное решение вообще-то сказать это меня очень сильно удивляет что 50-футовый флайбриджный борт а имеет высоту над водой три с половиной метра это то есть в принципе питерские мосты для нас вообще не проблема ориентировалась она на францию на голландию где мосты как раз 300 три с половиной плюс но мы не говорим к канале меди где 320 но они все три с половиной это вот сюда пройдет я же могу назвать эту лодку экспедиционником да да далеко давай пока в кокпите еще один их запатентованный нюанс покажу система канок изи как они их называют это тент ого там так в принципе не видно его я вот такой первый раз вижу натягиваешь а снизу либо на кнопках либо на магнитах то есть в принципе магнитится по периметру кокпита и за 5 максимум 10 минут убираешь и ставишь тем какое простое элегантное решение ведь это в принципе не сложнее чем шторка в душе но почему-то никто из кораблестроителей я впервые такое вижу никто не применяет такое решение если что-то там закусилось тут есть доступ может показать ну вот что-то раздвинул подвинул не так часто бывает простор большой лодки элегантное решение с деревом и гобелином вот обрати внимание мой дорогой зритель что у нас пол не каким-то там банальным ковролином выслан а это вот знаете такое решение как это правильно называется слышите как она шуршит а еще мне нравится как здесь решены оконное перекрытие как вы видите арки перекликается арка которым которым мы видели снаружи который отвечать за эстетику корпуса перекликается с аркой которая есть внутри салона и зная про внешнюю мы любуемся и внутренней аркой это совершенно точно не похоже ни на что другую не никакую другую лодку это очень стильно вот в этот момент я прежде чем начну любоваться немножечко поругаюсь ну как так почему такие на хрен острые углы это мы уже обсудили и следующих моделях это уберет это будет закруглено там есть буквально сегодня с висса владелица и директором верфи плотно обговаривали и больше такого не делать не будут а вот как почему они это сделали а ну как я уже говорил на флайбридже чтобы сохранить вот эту высоту а брати внимание вот да 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 есть этот вэдбар чтобы сделать здесь ступеньку и обеспечить проход но вот но это первый корпус этой модели ну вот ну чуть чуть не доработали но в других корпусах это уже уберется чаще всего у нас кухонный блок по одну сторону борта здесь у нас по обе стороны борта разнесена кухня справа у нас зона для готовки слева у нас зона для подготовки к готовке холодильника братья да и тут же у нас есть второй холодильник друзья и тут же винный шкаф ой кайфушечный кайфушечный но отлично что здесь ваши любимые бокалы ваша коллекция спрятана до голландцы умеют так делать а это посудомоечная машина сименс да да отлично ну куда же без нее потому что 50 футов предполагает длинные путешествия велю или что это к вверх велюр до стол многофункциональный видимо здесь просто потрясающе я такой обзорности скажу вам честно давненько не встречала мне кажется до прерогатива таких больших северных лодок это лодка сертифицировал нас под переход океана в какой рейндж здесь три тонны бак три тонны так дальность я не скажу два дизель очка 180 по 175 по 175 штурвал велюра мобида напоминает штурвал либо классические голландские яхты либо парусники но он совершенно точно не какой-нибудь там как у моторки типа бенету мне кажется что очень много осеннее большинство здесь выведены на мониторы поэтому глобально мы здесь вижу видим только ручку две ручки подрульки радиостанцию музыку и мониторы двигателей и могу вам сказать что когда в лодку заходишь в центре салона это всегда многообещающие интригующие я потому что уже заходил в лодке в центре салона мне помог хотят перекрыть ход ищут лазейки чтобы я не зашел но нет уж нет уж я зайду так начинает разбегаться и прятаться люди видят пришел на страшный эксперт который сейчас будет любоваться или разносить и других вариантов у него не бывает наверное я попал в мастер ну что стильный серьезный обитаемый мастер стою я здесь в полный рост а как иначе ведь это все-таки 50 футов по-прежнему этот интерьер решен в шоколадной гамме я думаю что владелец этой лодки знает толк в черном кофе и шоколаде и скорее всего любит горький шоколад потому что вот такие вот черные цвета это конечно не дает пространство этому интерьеру не добавляет но совершенно точно делают его таким знаете изысканно сигарно коньячно утонченным этому помещению добавляет конечно же пространство белый потолок который у нас сделан из кожи это ванная комната в которой есть еще и душевая кабина отдельная на мой взгляд такой лодкой обладает далеко не мальчики не юные мужчины те самые состоявшиеся взрослые понимающие толк в жизни в хороших дорогих напитках серьезных крепких автомобилях и конечно же яхтах потому что это яхты не покупается на 23 года такие яхты покупают себе уже как минимум на остаток жизни ну или на то самое длинное путешествие это значит что ты вышел на пенсию у тебя из свободных один с копейками миллион евро и ты готов потратить их на вот такую вот лодку да вот вы видите какой у нас здесь гальюн ванная комната отдельная душевая кабина все очень приятно тактильно уже не буду расписывать достоинства мы сейчас находимся в носу лодки для тех кто забыл или кого я уболтал уже своими рассказами высоченная друзья вы просто должны видеть меня чтобы понять насколько здесь надо мной пространство я даже рукой до потолка то вот едва едва достаю а этот черт подери носовая каюта которая обычно стесняет пассажиров в своей высоте и вот я иду и вижу еще одну дверь а вот я попадаю в купе люкс купе слушайте с каким-то нереально огромным потолком тут реально сидя на этой кровати можно сидеть в полный рост если можно так выразиться это очень большое обитаемое пространство и я думаю что если ваши дети уже взрослые ну даже да не за там подростки или просто маленькие детки но они кайфанут от этого огромного пространства ну со своим шкафом ну скажу честно что бы бывало и побольше в нашей жизни но по моему здесь все очень кайфово нам еще есть что посмотреть внизу внизу я думаю нет ну мы сейчас находимся на born cruiser traveler 50 это самый большой born cruiser в этой линейке в линейке traveler с флайбриджем 15 метров ровно и стартует он от миллиона семьдесят четыре тысячи евро это очень комфортная цена потому что сколько сейчас лодок видел но за миллион нынче продаются роковые лодки то в базе вы имеете один двигатель 175 лошадиных сил хватает его да но я всем рекомендую ставить два по возможности два по 150 два всегда лучше чем один что можно рассказать про эту вверх в этом году исполняет 60 лет верфь семейная во втором поколении ей владеет управляет семья хоквердо сейчас у руля скажем так и лодок и верфи вис дочка основателя уже 10 лет вот она внедрила начале линейка elegance с такими похожими на тревеллер обводами стилем корпуса но это были классические седаны женский взгляд на мужское брутальное настроение она период переосмыслила до классические голландские лодки вот потом появились автокопит и таким же дизайном elegance эйси серия потом уже серия тревеллер с флайбриджем как они называют это полу флайбридж потому что как я показываю уже там есть ступенька вот и обеспечивается такая высота надо уровнем воды именно за счет этой ступеньки но при этом у этой миши полноценный флайбридж ну вот в линейке верфи лодки от 10 до 18 метров большая часть из них стальные но есть серия экспресс где делается алюминиевая облегченная настройка вот и два двигателя позволяющие выйти на переходный режим до 20 узлов вам не кажется зрители и подписчики моего канала что это лицо вы где-то уже видели а я вам скажу на лицо промышленный шпионаж это владимир по фамилии лидер который в калининграде выпускает корабли под брендом реал шипс настоящие голландские ну вернее российские по голландским историям корабли и что же владимир вы тут делаете на исконно голландской лодке вдохновляюсь вдохновляет отлично это тебе так промышленный шпионаж да ты на расслышал как нас турецкой верфи выгоняли когда мы вдохновлялись турецкими лодками голландцы вас так не вы не выгонят более того вот будут всегда рады покажут расскажут о да кстати моторная сектор мы еще и не видели одно из самых компактных но причем удобных отделений куда можно залезть и обслужить ваши моторы если вы в этом что-то понимаете то вы вот прямо любуйтесь смотрите я же не буду делать что вид что я прям такой эксперт что сейчас расскажу вам что в этом машинном отделении кроме двух д третьих и генератора есть я думаю здесь есть все необходимое если его нет то его обязательно поставит даже захотите оплеснитель поставить то и его тоже поставит вот этот элегантный мужчина это это нас кто это тирк project manager да вот и этой лодке благодаря таким людям мы имеем еще возможность посмотреть эти лодки они ждут над вас на тест сейл если удастся приехать в голландию на посмотреть верфи походите а ведь мы приедем велкам а ведь мы обязательно приедем и если нам еще разрешат сделать какой-нибудь экскурсию на верфь то я обязательно приеду и привезу у вас с собой у кого и шенгена готовки у кого нет тоже готовьте и кстати если помните мы вот у владимира лидера бываем еще на шоковских верфях и у нас как всегда приглашает ты же приглашаешь нас вот я не знаю в ближайшее время мы нашим чатам люди лодки соберемся по и смотреть как еще строят в калининграде на реал ошибся лодки ребят ну что спасибо что смотрите мой канал не забудьте подписаться с вас лайк комментарий для тех кому не хватает информации заходите в чат люди лодки telegram мы все там есть вот и владимир и владимир все в чате есть ответят на все ваши вопросы если нужны будут нужна информация по покупке этой лодки владимир ответит вам я с вами прощаюсь всем пока пока